Саня, у нас 53 лайка. Да ладно! Ну, что я могу вам сказать, коллега? Да, придется нам доснять обзор этого Ford'а. Ты сейчас весь воздух выдуешь. Друзья, всем привет! С вами снова канал Adonata Cinema. И сегодня у нас на полном обзоре Ford Focus 3. Поехали! Данная модель Ford Focus 3 выпускалась в четырех комплектациях. Это были первое, Ambient. Это самое днище, в котором не было абсолютно ничего. Это, грубо говоря, ваша же девяточка, только в кузове иномарки, но с теми же самыми привилегиями, где будут ваши любимые крутилочки, где не будет противотуманок, хотя у вас даже в девяточке есть противотуманки. Будут ручки не в цвет кузова. И все, что есть в салоне, будет все черное. Кто-то любит черное, кто-то за это даже переплачивает деньги, такие как BMW. Там любят этот Black Steel. Но вы купите Focus в минималочках, и у вас сразу будет Black Steel. Второе место занимает комплектация Trend. Тут мы уже получим противотуманные фары, ручки в цвет кузова, ручки дверей изнутри, которые будут уже не черные, а с хромированной окантовочкой. Но как и в комплектации Ambient, у вас по-прежнему не будет подлокотника. Подлокотник будет только у тех, у кого есть коробка-автомат. Но с палочкой вам по-прежнему надо будет руку положить на ногу вашей соседки. Что я и делал, наверное, где-то год. Это нравилось моей жене, но потом мы все-таки решили поставить подлокотник, потому что на ее ноге стал появляться синяк от моего локтя. Давайте теперь поговорим о комплектации Trend Sport. Здесь у нас уже по внешке появляются хромированные накладки противотуманных фар, вместо тех черных, которые были на тренде. Что касается головного света, здесь же наоборот. Вместо хромированных фар теперь появится черная маска фар, что придаст агрессивность вашему фокусу. Также на каемках стекол появится, не на всех каемках, на нижней каемочке стекол появится хромированная накладка, что многим нравится. Далее поговорим о безопасности. Добавили подушки ESP, что позволяет вам безопасно передвигаться, оттормаживаться, курсовая устойчивость, там все дела. Также в комплектации Trend Sport появится обогрев сидений, что доставит дополнительный комфорт от самой нежной попки до самой непрогреваемой тумбочки. Также в этой комплектации уже есть обогрев лобового стекла с завода. А это значит, что и знаменитая фардовская улыбка вам уже достанется в подарок от предыдущего владельца. Ведь он не научился до сих пор пользоваться обогревом лобового стекла. Конечно, вы сможете поменять это стекло на новое, отдав скромные 25 тысяч на оригинал, либо где-то порядка 10 тысяч на дешевый аналог. Но все равно вы проедете полгода или год, потому что вы тоже не умеете пользоваться обогревом. Если хотите избавиться от этого, то просто отключайте обогрев лобового, посидите зимой скромные 5 минут, пока не включится печка. И тогда можете смело включить обогрев лобового стекла. На этом комплектация транспорт заканчивается и переходим к эталону, фардовской, титаниум. В этой комплектации мы сразу сможем наблюдать задние светодиодные фонари в кузове, хэтчбэк и универсал. И 17-е литые диски взамен 16-х, которые были на тренде, тренспорте, в амбиенте вообще были штампы. Теперь давайте поговорим о нашей машине, которая уже не тренд, но еще не титаниум. Здесь установлены 18-е колеса. Это реплика Vosson CV5. Но сразу хочу вас разочаровать, что купив Ford, вы сразу обречены на малый выбор красивых дисков. Также мы можем увидеть, что в нашей деревне мы поставили самую знаменитую тормозную систему. Это Brembo, которые обошлись нам в скромные 600 рублей. Головной свет был заменен на комплект от премиум света с выкрашенными масками в черный цвет для придания агрессии. Задняя оптика была поменена на BMW стиль, что значительно изменило вид унылой задницы седана. Не обошлось и без доработок. Пришлось поменять стандартный уплотнитель на строительный, D-образный, дабы избежать протечек. Двигатель в моей тачке это 1.6-105 сил. Ему тяжело, но он трудится, борется и служит мне верой и правдой. Я поменял только свечки. Поменял их потом обратно, потому что новые свечки были говно и, как оказалось, заводские куда лучше. Никогда не ставьте иридиевые свечи в этот мотор. За три года я этот двигатель только обслуживал. Через 10 тысяч менял масло, на 100 тысяч поменял ГРМ. ГРМ поставил оригинал. Да не ставьте оригинал, ставьте любой другой, потому что с оригиналом у вас будут проблемы в виде некачественных ремней. У вас будет скрежет двигателя. Убедился на своем опыте. Скрежет двигателя именно из ремня. Короче говоря, когда вы увидите объявление о продаже фокуса с одним владельцем и 100 тысячами пробега, вы можете быть уверены, что вы будете ездить свои скромные 100 тысяч пробега, вы поменяете масло еще раз, 10, и будете счастливы. Пройдемся по главным болячкам Форда. При покупке фокус 3-го обратите внимание на рулевую рейку. Они чаще всего выходят из строя даже на 20 тысячах. Самая главная ошибка в вашей жизни это PowerShift, роботизированная коробка передач, которую вы по-любому купите, потому что вам хочется ездить на автомате. Не поэтому у меня стоит обычная механика, потому что другой не было. Но если бы у меня была роботизированная, я бы не отчаивался. Я бы отложил 70 тысяч на замену сцепления и на замену модуля ТКМ. И в принципе ездил бы дальше свои 60 тысяч пробега, счастливо откапливая и откладывая еще по 5 тысяч в месяц на новую коробку. На этом по технической части, наверное, все. Давайте поговорим о салоне. Тут, как мы видим, какая-то сборная солянка. Полный электростеклопакет, хотя у меня должно быть два передних и сзади на веслах. Кожаный руль с кнопками мультимедиа и круиз-контроля. Этого не было, но это вы можете посмотреть в предыдущем ролике. Там мы рассказывали, где мы достали этот руль. По-любому сейчас стоит где-то в Питере фокус, который до сих пор без руля. Кнопки мультимедиа и круиз-контроля я поставил собственноручно. Там как бы нет никаких историй. Если вы захотите поставить их в свой, то вам просто надо их купить, вырезать отверстие сзади и все просто в пин включить. Все. Никаких проблем с этим нет. Приборную панель я установил от РП7. Стандартная была с маленьким экранчиком, но она как бы не очень смотрится здесь. Поэтому решил поменять. Да, она стоит недешево, там 8 рублей. Но поверьте, она того стоит. Главной новинкой этого фокуса является кнопка стар-стоп. Ах да, у меня же ее нету. Ведь такая привилегия дается только комплектации Титаниум. Отдельного внимания в салоне заслуживает визитница. Обязательно посмотрите обзор Академика, который мы так и не посмотрели. Там Академик рассказывает, как ему не хватает слотов для визиток. Но нам хватает лишь одной, потому что мы живем в деревне. А теперь тест вместимости а-ля главная дорога. Саня! Саня! А как ты тут сидишь-то? Тут места капец как мало. Вот смотрите. Мой рост по-моему 1,85-1,90. Вот как бы мне ноги за собой не сложить. Все, как бы придется раскинуть свои кокушки. Попробую закрыть дверь, не сломая себе ногу. Что касается подлокотника. Вот почему его здесь нет? Мне кажется, вот этот подлокотник, это такая же история, как и климат-контроль. Блин, ну климат-контроль здесь есть, а подлокотника нет. Вот я хоть и не езжу сзади, но я всегда как-то, ну, забочусь о задних пассажирах. Иначе бы я не поставил 4 стеклоподъемника. А теперь поговорим о самых дорогостоящих доработках этой машины. О музыке. Вкратце о магнитоле. Это Android 8.1, которая куплена у тех же ребят, с которыми мы сотрудничали при замене тормозов. В этой магнитоле есть абсолютно все. Она поддерживает камеру заднего вида, навигацию, видео, все абсолютно, диски. С завода здесь ставили вот эту RP32, которая как калькулятор. Маленький дисплейчик и, сколько там, где-то кнопок 12. Та ужасно смотрится, это офигенно. Давайте пройдемся по компонентам. В качестве минбасов здесь установлены Alphar W80. В качестве середины я выбрал Pride Solo V2. Многие говорят, да, там звук сухой. Не знаю, ребята, звук вообще просто как булочка. Высокочастотники это DevBones, которые сейчас в Апокалипсе T35, всеми известны. На стоечках установлены Pride F-R35. Они были установлены очень давно еще, когда я делал эту музыку с самого начала. В качестве сабов у меня установлены два сандаляса A12. В багажнике расположился преобразователь высокого уровня MD Lab SQ5, который перераспределяет сигнал на усилители. Когда я устанавливал эту музыку, здесь была обычная штатная RP-32. И у нее нет межблоков, поэтому приходилось сразу же протянуть преобразователь высокого уровня. Но почему я его расположил в багажнике? Это сделано было лишь для того, чтобы наводок было вообще по минимуму. Для тех, кто не понимает, музыка здесь играет чуть громче штатки. Друзья, давайте подведем итог. За прошедшие три года эксплуатации фокус меня ни разу не подвел. Вложений дополнительных никаких не требовал. Я надеюсь, что будет продолжать радовать меня и дальше. Но это не точно! Э! Подписывайтесь на канал! Ставьте лайки быстрее! Ставьте лайки быстрее!